Телеканал Дождь и первый официальный дилер Порше в России спорткар-центр представляют Вечер с Долецкой Телеканал Дождь и первый официальный дилер Порше в России Телеканал Дождь и первый официальный дилер Порше в России Телеканал Добро пожаловать В удивительной физической форме. И я знаю просто, что вы когда-то занимались на снарядах, на железках. Сейчас вы ушли в восточные единоборства, в восточные виды техники, в цыгун. У меня такой вопрос. Почему? Или как вы к этому пришли? Я занимался с детства многими видами спорта. Но сейчас, как вы совершенно правильно сказали, мне интересно что-то новое. И называется цыгун, это вообще чигонг. Чигонг это чи, это энергия по-китайски. А гонг? Гонг это гонг. А это гонг, как мы знаем гонг. То есть, это все связано с энергией. Это очень сильная энергетика, которая может в принципе развить. Энергетика заложена у нас, у всех. Некоторые люди ее развивают, а некоторые ее не развивают. И Китай, это тысячелетиями монахи изучали эту энергию. Как ее правильно применить. Она бывает двух видов. Она бывает... Первое, это когда люди делают в плане лечения. Они лечат людей энергией. Люди, которые достигают определенного уровня, они могут лечить людей. От болезней, от недугов. От различных болезней. Даже могут останавливать рак. Ну, то есть, серьезные. Это серьезные мастера, которые по-серьезному занимаются. Многие годы. И это очень сильно помогает здоровью. И второе вид Чигонга есть, который... Это боевые искусства. То есть, его применяли в свое время. Это была закрыта теория, которую только разрешалось пользоваться императором. Монахи и его приближенные. Простым людям это было запрещено. Вы теперь как император? Не, ну сейчас это просто более развито. Но это тысячелетиями накапливался опыт. И мне просто интересно познать что-то новое в этой жизни. Но вы уже сколько занимаетесь? Я занимаюсь уже на третий год. Третий год? Да. А сколько приблизительно в день? В среднем. Ну, интенсивно это занимает. Две тренировки в день. Это берет 3-4 часа утром и вечером. Три часа утром и три? Нет, полтора-два часа утром, полтора-два часа вечером. И если нет времени, то хотя бы один раз в день. Но один раз в день обязательно? Желательно, да. Желательно, обязательно. Потому что они говорят, это ты продвигаешься, это как два шага вперед, шаг назад. То есть поэтому желательно не уходить назад, желательно это делать каждый день. То есть если ты пропустил день, ты себя отбросил назад? Ну, по их теории. По их теории. По их теории, да. Влад, а вот я знаю такую вещь, что когда или вы отдыхаете, или вы живете там за городом, или вы едете там к себе домой, на Ибицу отдыхаете. Когда к вам приезжают друзья, вы их обязательно втягиваете в свои утренние спортивные упражнения. Поскольку я был одной из жертв этой истории. Это вот потому, что в вас живет вот такой супертренер, человек, который вот знаете, наставник, который внутри не проснулся. Или вы просто вот компанейский парень, который должен всех затянуть в свою игру. Не, ну, я получаю от этого удовольствие. Это я не просто делаю, когда я получаю от этого удовольствие, а от этого чувствую себя лучше. И когда ко мне приезжают мои друзья, друзья, я, естественно, желаю им добра. Я пытаюсь им так же, чтобы они получали от этого удовольствие. Ну, и, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому, если они смогут это сделать, если у них есть дисциплина и желание, то многие в свободное время этим занимаются. Это хорошо для здоровья, это хорошо для мышления. И также это влияет на позитивный характер. На просто очень хорошее настроение. Конечно, настроение, на мышление. А вы по-прежнему учите китайский язык? Ну, когда у меня есть время, я этим пытаюсь заниматься, да. Я вообще думаю, что через 10 лет мы все научимся говорить по-китайски. Это будет просто необходимо. О, как! Лат, а вот знаете, у вас очень много знаменитых друзей. Но вы никогда этими именами, друзьями, вы никогда ими не кичитесь. Почему? По их просьбе. Или вы так поняли, что это надо? Ну, у меня был хороший учитель в свое время, который учил меня бизнесу. Это было... Я начал заниматься, когда мне было 25-26 лет. Кто это был? Это Марк Рич. И он мне в свое время сказал, и для бизнеса... Очень важно для бизнеса и для тебя. Старайся быть low profile. Ну, как можно, да. Быть тише. Тише. Поэтому я как бы преследовал эту цель до определенного момента периода в своей жизни, когда так получилось, что... Вы вышли на публичный уровень. Да. Не то, что я этого хотел, а так получилось, что я вышел на публичный уровень. Но его навыки, его как бы уроки остались во мне. И поэтому я стараюсь как можно меньше не распространяться о своих контактах, о своих друзьях. Кстати, про семью. Вот вы в месяц нарезаете десятки тысяч километров под час по своим деловым командировкам, да? Или по отдыху. Но вы никогда не теряете связи с своей дочерью, с Катей. И что очень здорово при такой занятости. Кате сейчас лет... Сколько? Шестнадцать? Семнадцать лет. Семнадцать лет. Как отец? Кем бы вы хотели ее видеть лет через пятнадцать? Писателем, художником, режиссером, бизнес-партнером? Не, ну, как любой отец, естественно, я хотел видеть свою дочку, чтобы она... Не знаю, наследство было бизнес, продвигало мой бизнес и так далее. Но с другой стороны, я понимаю, что я не хочу ее заставлять делать. Я считаю, что она должна найти сама, что она хочет. И выбрать, что она хочет. Я могу ей дать образование, я могу ей помочь в определенных делах. Но я считаю, что выбор должен стать за ней. А она... Кто из вас решает вопрос по образованию? Она приходит или вы говорите, я хочу, чтобы ты закончила Хавард, Оксфорд, Московский государственный университет имени Ломоносова. Как вот... Неестественно, я даю свое мнение. Вот этим летом она ездила... Она была в Калифорнии, она была в Нью-Йорке. Она ездила, смотрела школы, смотрела университеты. Сама? Сама, да. Ну, она была. И я организовал всю ее поездку. Я вместе с ней ездил, тоже это все смотрел. И она после этого сказала мне, где ей более комфортно, где она более себя комфортнее чувствует. И на чем сердце успокоилась? Ну, это как бы еще не точно, но мы посмотрим. Ну, ей нравится Колумбовая университет. Ну, посмотрим. Она... У нее есть 2-3 университета, в которые она хочет поступить, но вначале она должна сдать хорошо школу в экзаменах. Экзамены. То есть, если она лет через 7 придется сказать, значит, так, пап, быстренько деловые бумажки, я иду в партнеры. Вы скажете ей вперед? Не, ну, прежде чем быть партнером, она должна начать учить по ступеням. Она не может сразу стать партнером. Она должна начать сначала быть в офисе, понимать бизнес, и после этого до какого-то уровня достичь. И после этого сможет она это сделать? Это еще неизвестно. И вы решите? Вы сможете это решить? Я решу, если она сможет достичь чего-то. Если она будет не достигнута определенного уровня, то... До свидания. Лучше пусть занимается другим. Вечер с Долецкой. Знаете, вот вы работаете часто с женщинами, которые очень яркие, очень сильные, умеющие принимать решения. Ну, один только пример Заха Хадид, знаменитый архитектор. Алена Долецкая. Спасибо. Вам, вот скажите, вам нравится работать в союзе с действительно яркими, сильными, умными женщинами? Для вас это... Или для вас это вызов? Это не случайно выбор. Заха Хадид, Алена Долецкая, список мы продолжим, да? Да, конечно, нравится. Это личности. С личностями всегда интересно работать. От них, во-первых, ты сам что-то интересное подчерпываешь. Во-вторых, они очень креативные, они интересные люди. И Заха Хадид, она уникальный архитектор, я считаю. Она не 21 века, она 22 века архитектор. С ней очень интересно работать. Она очень сильная женщина. И, как правило, женщины, которые очень сильны в бизнесе, они многого достигают, многого достигают в своей жизни. И от них можно даже интересно что-то научиться. А вот, Влад, ну вот, быстрый личный вопрос. Мой, на самом деле, личный. Вы после пятилетних отношений расстались с Новым Кемпбелл, верно? Да. Дайте мне совет. Есть ли у вас, как у мужчины, рецепт мирного, достойного расставания с женщиной? Да. Надо договариваться. Договариваться? Конечно. А вот, Влад, по-моему, если я не ошибаюсь, 20, может быть, чуть-чуть с лишним лет назад вы были первым девелопером, который привез в Россию вообще иностранного архитектора. Тогда никто этого не делал. Эта идея была почти релевационная. вы с легкостью решили этот вопрос? Или вам пришлось кого-то уговаривать на то, чтобы разрешили иностранному архитектору проектировать дома в Москве? Ну, это была огромная работа. Это было очень тяжело привести иностранного архитектора в Россию. Очень тяжело. А сопротивление было на уровне? Сопротивление было на самом верхнем уровне. Они мне говорили, почему ты не берешь жутких архитекторов? Я говорю, почему у меня есть работа на определенном здании русские архитекторы? Я считаю, на сегодняшний день у западных архитекторов у них больше было опыта в то время, потому что сейчас поменялось. У нас есть прекрасные архитекторы, которые за последние там, 15 лет много ездили, много смотрели и очень сильно прогрессируют. В то время как бы страна только была открыта. Естественно, у них было более, у них технологии другие, у них все было другое. Я это объяснял. На что мне говорили, что если русский архитектор поедет на запад, ему никто не даст работу, что неправильно, потому что на западе и работает, вот Захадид, она из Ирака, пожалуйста, она строит. То есть все иностранцы там прекрасно. И угодно, да. За границей. Поэтому, естественно, я пытался объяснить и договориться. И в итоге после 8 лет или 10 лет сейчас тренд. Все привозят западных архитекторов. Но это уже произошло после 10 или 12 лет с того момента, как я привез с первого западного архитектора сюда. Влад, приятно быть первым? Первым всегда приятно. Как вы вот, поскольку вы действительно фантазер во многом, в хорошем смысле, какой вы видите Москву лет через 15? архитектурно? Москва для меня это как огромный мегаполис. И это как страна. Это город-страна. То есть я разделяю у меня несколько таких городов, как Москва. Это Москва, Нью-Йорк, Лондон, Гонконг. То есть эти города это мегаполисы со своими огромными, энергетикой, концентрацией власти и денег. Поэтому я считаю, что Москва, она будет только развиваться вперед. Тем более у нас еще в Москве есть своя специфика. Все сконцентрировано здесь. Да. Поэтому вот с самого начала нам предлагали строить по всей России, но я всегда сконцентрировался в Москве. Весь свой бизнес. То есть мы построили уже 56 зданий, где-то около 6 миллионов квадратных метров. И все это мы сделали здесь. Потому что в Москву я верю. Я считаю, если даже что-то когда-то и случается, Москва очень быстро восстанавливается. А почему в Питер так не верите, как в Москву? В Питер я верю. Я там родился. И мне этот город нравится. И в Питере мы тоже думаем, может быть, в ближайшее время мы будем что-то там делать. Я езжу туда, смотрю определенные проекты, которые там предлагают. Вот поскольку вы действительно очень много сделали в Москве, есть что-то, чего вам лично самому, не профессиональному девелоперу, а просто как человеку, чего вам не хватает в Москве? Я лучше скажу не то, что мне лично. Мне лично все устраивает. Я скажу, что было бы лучше для Москвы. Ну, я не только думаю для Москвы, а в целом для России. Я считаю, что нам недостаточно здесь иностранцев. Вот я делал анализ всех этих городов, которых я вам перечислил мегаполису. Там огромный поток иностранцев, которые делают и бизнес, которые живут, которые инвестируют в страну. Если ты инвестируешь в Англию, там 500 тысяч фунтов, тебе дают тоже постоянное место жительство в Англии. Открыть так ворота. То же самое. У нас на сегодняшний день 13% подоходный налог. 13% гораздо меньше, чем в любых из этих городов. Конечно. То есть люди с удовольствием бы поехали сюда. Но надо создать им условия. Надо создать условия, не было препонов, получения виз и так далее. Это в принципе все возможно сделать. И любая инвестиционная программа, если вы вкладываете больше 500 тысяч долларов. Ну может лучше побольше, давайте, чтобы в Москву побольше денег. Зачем побольше? Это достаточно. Понимаете, надо с чего-то когда-то начать. А потом уже можно менять. И дать людям постоянное место жительства. И об этом я говорю уже на протяжении пяти лет. Я пытался это объяснить и в правительстве. И все эти идеи все поддерживают. все. Но ничего не происходит. Но, к сожалению, вообще ничего не двигается. Вот я сейчас посмотрел, что Де Пардьяни дали постоянное место жительства и так далее. Я думал, ну наконец-то может быть что-то сдвинется. Но это все как-то опять стало одноразово. У меня такой вопрос про другую страсть вашу. Я знаю, что вы очень преданный коллекционер современного искусства. Вы не просто коллекционируете работы популярных имен вы достаточно хорошо в них разбираетесь. Вопрос у меня такой. То есть, с одной стороны, у вас есть личная коллекция, где есть блестящие работы и Ворхол, и Баскья, и Херст, и кто угодно. У вас есть коллекция русского современного искусства. Вы обладатель коллекции, которую мы очень ждем все-таки увидеть в Москве. это ваша коллекция кинопостеров. Вопрос. Это для вас бизнес или страсть? Ну, начал я коллекционировать искусство, когда я начал коллекционировать искусство, это было, это вообще для меня это страсть. Потому что даже если я покупаю какие-то имена и инвестирую, то все равно я покупаю то, что мне нравится, что мне приятно видеть каждый день в своем доме. Для меня это по всей вероятности страсть, но до сегодняшнего дня это были также, я вам нечестно скажу, это были хорошие инвестиции. Потому что мне повезло, все имена, которые вы назвали, они как право только растут в цене. То есть это совмещение приятного с полезным. Это же не случайное совпадение, правда? Нет, ну, соответственно, когда ты покупаешь искусство, есть определенные адвайзеры, которые ты спрашиваешь мнение, я езжу много на выставки, аукционы, в галереи. Это приходит, это опыт, это приходит не сразу. Влад, а вот... И коллекцию ты постоянно меняешь, что-то тебе если не нравится, ты ее подчищаешь, оставляешь то, оставляешь. Всегда надо покупать только качество, самое хорошее качество, и даже если это дорого стоит, никогда в этом не проиграешь. Если ты покупаешь хорошественную, качественную картину, она всегда будет и стоит и денег, и... Ну, помимо того, что это как бы приносит какое-то... Ну, приятно, ты купил, и приносит какое-то... Она растет в цене, но мне... Основное, мне даже нравится, когда это я... Многие картины, которые купил 10 лет назад, мне за них прилагают деньги, я не продаю. Они уже нравятся, я к ним привык, это является частью Какая-нибудь любимая, назовите. Мне нравятся Баски, у меня есть прекрасные картины Баски, у меня есть Вархола картины, много картин, которые мне очень нравятся, которые... Но есть работы, которые... с которыми что бы вам не предлагали, вы не расстанетесь. Какие бы деньги не предлагали, вы все равно скажете, не продам. Ну и есть такие работы, это сделаны это фотографии, которые определенные ну известные художники, фотографы сделали для меня и также там специальный портрет. Мой портрет Шнабель, Джулиан Шнабель сделал мой портрет на разбитых тарелках. Ну эти такие работы, это как бы мое личное, естественно, никогда не продам. А есть какое-нибудь произведение, которое вы знаете, что оно не у вас и вы очень хотите, чтобы оно присоединилось к вашей коллекции? Ну естественно. Конечно, есть определенные наработки, я думаю определенные вещи, которые я хочу, определенные картины, которые я хочу купить. Ну зовите какую-нибудь друг мы вам ее подарим. Я назову, она будет стоить даже уже. Вот видите, вот вы смотрите на работу и сразу думаете, сколько она у меня и конкуренция. А конкуренцию же я вам создал. Точно. Влад, вы известны тем людям, которые с вами общаются, своим в общем безупречным вкусом. Не только в одежде, но и в том, как вы обустраиваете свое личное пространство, те пространства, которые вы строите там для людей, там царит такой ваш действительно почти безупречный вкус. Он у вас из семьи, от друзей или вы сами его в себе воспитали каким-то образом? прежде всего я думаю, что начало и залог это был от родителей. Но в будущем уже после этого это уже естественно я это сделал сам. Но все произошло это залог и начало это естественно дали мои родители. Вечер с Долецкой Влад, а вот родители и так сказать воспитание вашего, вашей визуальной культуры и вашего вкуса скажите как они вели вас? Ну вот как? Они вам просто показывали картинку и говорят Влад, вот знай это очень красиво. Или там это Айвазовский запомни это имя. Или как-то по-другому это было в семье, потому что это очень интересно. Ну как я уже сказал в Петербурге он славится определенными да определенным вкусом и были огромное количество музеев мы проводили все выходные с родителями в музеи мы были на выставках в то время и у меня отец он был выездной он ездил за границу он всегда привозил журналы привозил там одежду мне и так далее в те еще времена когда я был совсем А, то есть в сегодняшнем день был такой мажор мажор папа за границу ездил вот оно что и как бы ну я не знаю как это иногда дальше это просто наверное развилось развилось своим чередом отходя исходя из собственной страсти так сказать я думаю что да ну в общем то что он нравится красивое мы знаем и это заметно и вокруг и вас и так далее смотрите ваша компания и вы лично я знаю занимаетесь довольно много благотворительностью вы помогаете там молодым художникам вы реставрируете храмы вы делаете вложения в развитие медицины это большая серьезная работа очень личная я в нее так сказать не хочу сейчас лезть у меня вопрос такой у вас есть там что-нибудь любимое то о чем вы больше заботитесь или сострадаете или думаете из всего того или всех тех кому вы помогаете ну помогаем детям я считаю это важно это наше будущее помогаем также молодым художникам потому что им всегда тяжело может быть среди них много гениев которыми надо просто элементарно минимально помочь поддержать я считаю любому человеку если такая помощь это как бы есть потом дорога вперед я считаю что эти вещи важны не только мы многие люди кто это может себе позволить они обязаны это делать что вас может вывести из себя просто в состоянии бешенства разозлить очень сильно что поступок человека я думал предательство было такое в жизни когда нибудь да было по молодости потом я уже как бы отбирал с кем общаться простили предателя в то время нет если бы было сейчас то да как выглядит ваше непрощение непрощение выглядит страшно я не думаю что оно выглядит страшно просто я считаю что человек сам сам себя наказал когда он определенное дело все возвращается и человек который предает он в итоге предает не тебя он предает себя он предает свои все он предает себя в первую очередь конечно Влад а вот что для вас самого деньги это власть это средство к созданию определенного стиля жизни это может быть такой транспорт по попаданию в определенную социальную иерархию что они для вас когда был молодой я думал заработать сто тысяч долларов и это будет огромные деньги я буду доволен и больше мне никогда не нужно понимаете когда я заработал у меня следующий был заработал миллион и это был как бы ну не предел но это было как бы я считал что это почти мечта когда я заработал миллион это и так продолжается понимаете и так остановиться не можете никак в конечном итоге я понял что на сегодняшний для меня деньги это не основное для меня основное создать бизнес создать бизнес чтобы он правильно работал достичь чего-то в жизни а деньги это уже как инструмент для того чтобы для достижения хорошего уровня жизни и так далее вот вы сказали что Марк Рич научил вас тому что бизнесмен большого калибра должен скорее держаться low profile да то есть ну не светиться особенно или вести себя просто скромно скорее всего вы выполнили его совет на все 150% вы умудряетесь до сегодняшнего дня до сегодняшнего дня сегодня потеря девственности да спасибо вам за это ради вас кстати спасибо вам спасибо правда мультый вопрос вы как бы у вас есть какое-то отношение к СМИ вы просто делаете вид что его нет вы его не любите вы его его почему их средства массовой информации их вы их не любите вы их может быть просто не принимаете в расчет в системе ваших ценностей почему вы никогда с ними не входите в контакт почему я люблю СМИ я читаю прессу но я читаю бизнес прессу мне нравится коммерсант ведомости журнал читаю Уолл-стрит Financial Times и так далее я просто не читаю желтую прессу вообще нет почему кстати потому что она мне неинтересна а у вас есть охрана да а вот это вот для вас что статус или вы считаете что все-таки есть угроза вокруг вы тот самый мужчина который за себя может постоять при любых обстоятельствах да зачем это статус что это наличие охранника ну бывают различные ситуации ну типа ну различные ситуации я думаю что это все перешло от тех годов наследство тех лет наследство тех лет да на сегодняшний день охрана как такова она не нужна но это просто я думаю наследство тех лет и для ну мы все живем под богом ходом для все равно бывает у меня по крайней мере все выстроено Влад есть ли в мире какое-нибудь здание которое вы смотрите и кусаете локти что почему это не я его построил ну у меня нет такого что я кусаю локти и так далее потому что в принципе я считаю что если кто-то смог что-то сделать я считаю это уже хорошо это хорошо и я должен сделать так же или лучше то есть я стою на уровне я поэтому много путешествую я ездил в Гонконг в Токио летаю всегда смотрю новые здания в Нью-Йорке я пытаюсь взять у них это ноу-хау сделать еще лучше по возможности вот мы сейчас строим здание ОКО в Москве и мы весь ноу-хау на протяжении которого 20 лет мы вложили в это здание это самое я считаю будет одно из лучших зданий Москва-Сити и может быть даже в Москве в плане это здание в котором все есть на сегодняшний день это огромные пробки огромный трафик везде движение и в этом здании будет все будут магазины будут спа будут микромир то есть ОКО времени никакого нет и на сегодняшний день как бы показал этот продукт он довольно развит довольно хорошо идет но я вам скажу честно люди начали его понимать до этого многие не понимали сейчас я вообще все понимаю Влад можно я на прощение задам такой ну совсем личный вопрос какие женщины у вас вызывают восхищение лично контрастные контрастные мы в принципе все я могу только Влада сейчас благодарить и кланиться все спасибо ну да ну да Субтитры создавал DimaTorzok